Здравствуйте! Это программа интервью в студии. Для вас работает Елена Бурасова. Сегодня у меня в гостях начальник главного управления МЧС по Красноярскому краю Евгений Владимирович Вершинин. Евгений Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Один режим МЧС в край отменили. Я сейчас про лесные пожары. Буквально сразу же ввели другой режим МЧС. Это я про ситуацию с сельхозпроизводителями, погодные условия подкачали. Насколько ситуация сейчас серьезная? Действительно, мы с 20 апреля этого года ввели особый противопожарный режим на территории всего края. Оно было связано в первую очередь с тем, что действительно неустойчивая погода. Это лето обращалось в том числе и ураганными ветрами разного рода и жарой. Сейчас осадки прошли по всей территории края. Обстановка стабилизирована. И мы совсем недавно сняли особый противопожарный режим на территории края. Но с 28 сентября ввели режим ЧС на территории 10 муниципальных районов. Это большей частью южная группа районов и западная группа районов. С тем, что там образовался временной снежный покров, который, к сожалению, не дает возможности убрать урожай, который сегодня уже созрел. Для чего еще это делается? Сам по себе режим ЧС не настолько страшен, но тем не менее необходимо этот нормативный акт ввести. В части того, чтобы подготовить предложение правительству Российской Федерации, в частности, Министерства сельского хозяйства России. И попросить возможность поддержать финансово, в части вот как раз ущерба, который будет нанесен земледельцам. Поэтому вот эта работа проведена. Сейчас комиссии рассчитывают ущерб, который будет. И потом, когда будем понимать результаты этого, будем предлагать правительству края обратиться в правительство Российской Федерации по возмещению данного ущерба. Существуют ли вообще какие-то прогнозы чрезвычайных ситуаций? Как вы определяете возможные точки риска? Конечно, существуют. Но вообще прогнозы у нас есть. Создан давно уже достаточно функционирует. Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС Красноярского края. Такая структура. На него сегодня выведены порядка более 20 систем разного рода. Это системы мониторинга, это радиационная обстановка, сейсмическая обстановка, обстановка на дорогах, обстановка по объектам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. В общем, большая система такая, которая позволяет в режиме реального времени мониторить ситуацию. Кроме того, мы берем прогнозы среди Сибирского управления гидрометеорологией окружающей среды. На основании этих прогнозов делаем, соответственно, прогноз возникновения ЧС. С той или иной вероятностью на территории края существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации. Ну, практически более 20 рисков существует. Они разные. Ну, риски не сами по себе, не для того, чтобы как-то спрогнозировать, а для того, чтобы дать какое-то руководство к действию. То есть ежесуточный прогноз, еженедельный, месячный прогноз, цикличный прогноз. То есть все это доводится до единых дежурно-диспетических служб муниципальных образований. У них существует паспорт территории муниципального района, или паспорт безопасности территории муниципального района, в котором эти риски все прописаны и отработаны. То есть оперативный дежурный ЕДДС, либо глава района, понимая, получая прогноз, по неблагоприятным метеоуявлениям, к примеру, поднимает паспорт территории района и смотрит, а что же в этом плане он должен сделать на основании этого прогноза? Там прописаны все алгоритмы. Алгоритмы прописаны, и все действия, которые надо предпринять, превентивного, предупредительного характера, там тоже есть. Проверить готовность аварийно-восстановительных бригад, части энергетики, ЖКХ, проверить готовность их, проверить готовность техники. Все это прописано, и вот по этому алгоритму они проверяют, и, соответственно, после этого докладывают главе района, да, мы готовы к этому или не готовы, и необходимые усилия там какие-то. Ну, кроме того, не только проверяют готовность бригад, но в первую очередь проводят информирование о повещении населения. Ну, то есть такой единый центр данных, и прогнозируете что-то, и даете это вместе с руководством к действию, так сказать? Руководство к действию уже есть на территории, они есть, эти паспорта территории, они уточняются практически еженедельно. То есть какие-то вносятся изменения, дополнения, в части даже там номера телефонов поменялись, необходимо внести изменения. Это все контролируется, это все проверяется. Поэтому все алгоритмы прописаны уже там на территории. Ну, оно есть на сервере и здесь, в краевом центре, и в муниципальном образовании, у единого дежурной диспетчерской службы, там это все существует. Чтобы все максимально оперативно при возникновении какой-то ситуации. Вот в мае были масштабные пожары, это Каннская стрелка. Может ли повториться такая ситуация? И что служба предпринимала, когда, собственно, происходили эти события? Ну, пожары действительно, ну не только Каннская стрелка, если взять в целом по краю. Непростая ситуация, она возникала в крае, в нескольких районах. Я просто помню, да, на перебью на секунду, там была такая, есть карта спутниковая, было очень много точек горящих, да, на которых можно посмотреть, и прям казалось, что край в огне. Ну, так ситуации действительно обстоятельства сложились так, как раз в то время, что вот те природные явления, а это не только сухое достаточно лето, но и вот эти ураганные шквальные ветра, которые были на всей территории края. Если бы это было как-то в одном месте, локально, это было бы понятно, что где-то там человеческий фактор. Но с учетом того, что возникали пожары и на юге, и на западе, и на востоке, большей частью по всей территории края практически, гарнизон не заезжал вообще в это время в боксы, в гаражи в свои, то есть все были на пожарах. И вот то, что случилось в Каннске и в Стрелке, там наиболее трагичные события, поэтому сейчас они показательны, что, ну, я скажу, что события действительно трагичные, но не катастрофичные, хотя действительно катастрофа могла быть. Вполне могли повторить мы историю, наверное, Хакасии 19-го года, вполне. Но вот слаженные действия и пожарных, и, что немаловажно, территориальной подсистемы РСЧС, то есть все одним единым фронтом включились в борьбу с огнем, и вот тот шквал, который был, и в Каннске, и в Стрелке удалось остановить. Мало того, что мы еще отстояли часть потенциально опасных объектов, которые привели бы к более таким катастрофичным последствиям, это касается Лесосибирска конкретно, где-то человеческий фактор, да, понятно, он был, и включая вот и отходы лесопиления, ну, это творение рук человеческих. Мы сами эту ситуацию изначально, ну, я сейчас сами говорю, это люди, которые проживают на этой территории, эту ситуацию изначально закладывали. Компетентные органы занимаются, на самом деле, разберутся и в причинах пожара, и в действиях должностных лиц, что предпринималось и предпринимается для того, чтобы подобного избежать в будущем и не повторять. Мы еще 16-го года начали работу по созданию противопожарных постов или корпуса сил добровольной пожарной охраны. В удаленных населенных пунктах, там, где действительно инфраструктура сегодня и дорожная, и инфраструктура связи оставляет желать лучше, вот там создаем такие посты, которые включают в себя там одну какую-то единицу техники, машину пожарную, которая может подать первый ствол на начальном этапе пожара, и там добровольцы, и один будет сотрудник федеральной противопожарной службы, который будет все это дело объединять. Это мы два поста создали в 2016 году, в этом году их добавится еще 15, и на 2018 год уже, в принципе, договоренность с правительством, будем создавать еще 8 постов, как раз с учетом прикрытия вот этих удаленных населенных пунктов, где сегодня ситуация наиболее такая, будем говорить, критичная. О каких населенных пунктах это речь в данном случае? Они разные, я могу вам сказать, в разных районах они существуют, туда, куда сложно добраться, там, где отрезаны люди действительно от большой земли, их проживает там не так много, но мы-то отвечаем за безопасность каждого жителя сегодня. Кроме того, продолжаем формировать и добровольную пожарную охрану, сегодня добровольцев уже на территории края у нас более 19 тысяч человек. Можительная такая цифра? Да, оснащены, и, кстати, и на первом этапе, вот в некоторых населенных пунктах, вспоминая, вот пожары летние наши, там добровольцы первыми вставали. В 2019 году Красноярск станет, как мы знаем, столицей всемирных студенческих игр, пройдет у нас универсиада, спасатели как-то к этому событию готовятся? Готовятся, конечно, и пожарные, и спасатели, тоже надо сказать, что мы загодя к этому начали готовиться, заранее, мы еще 4 года назад, как только понимали, что универсиада пройдет в Красноярске, создали у себя штатное отделение по контролю за объектом универсиады. Серьезно? То есть сейчас оно у вас есть? Да, штатное отделение, да, действительно, 5 человек, которые занимаются, инспекторский состав, они занимаются и вопросами контроля согласования проектно-смертной документации, и где-то устранением каких-то замечаний со стороны проектировщиков, проектировщики устраняют, мы, соответственно, за этим смотрим, наблюдаем, контролируем, самое главное. Это вот то, что касается такой надзорной деятельности или контрольной деятельности. Ну, кроме того, надо и готовить личный состав, я скажу, что более 2000 человек в наших планах на период универсиады здесь будут заниматься вопросами обеспечения пожарной безопасности. Более 200 единиц техники, 4 вертолета в плане стоит для обеспечения безопасности. То есть они как-то будут курсировать постоянно? Курсировать постоянно нет, определены вертолетные площадки, где они будут базироваться, и в случае необходимости доставлять либо спортсменов, либо болельщиков, если что-то будет происходить. Надо сказать, что мы уже начали работу и проводим уже в третий год по обучению английскому языку сотрудников. На базе Сибирской пожарно-спасательной академии в Железногорске группами обучаются сотрудники по базовому английскому языку, чтобы могли с гостями с нашими беседовать на одном языке. 21 единицу техники пожарной и специальной должны получить мы вот в следующем году, уже все планы сверстаны и думаю, что и получим на перевооружение Красноярского гарнизона более новыми образцами техники. Мы в плане обмена опытом сотрудники выезжали в Алмату на проведение универсиады, 28-я зимняя универсиада, и были вот ближайшие, совсем недавно вернулись от Стайбэя, посмотрели, как коллеги обеспечивают пожарную, ну и в общем безопасность в целом. Давайте закончим на приятной ноте. 4 октября исполняется 85 лет гражданской обороны страны, с чего начиналось все формирование, что сейчас представляет собой гражданская оборона, может быть, поздравить сотрудников. Ну, большая и богатая история у гражданской обороны, действительно, 4 октября 85 лет гражданской обороны, начинает свою историю с 32-го года, когда был подписан постановление о создании противовоздушной обороны. Вот как раз это считается началом истории гражданской обороны. А что бы хотелось пожелать сегодня, наверное, в первую очередь обратиться к ветеранам гражданской обороны, которые часть ветеранов, кстати, сегодня продолжает службу в несколько ином качестве, но, тем не менее, передают сегодня свой бесценный опыт, по-настоящему бесценный опыт, молодым сотрудникам, вот, начиная с АЗОВ гражданской обороны. И сотрудники сегодня благодарны всем ветеранам. Я хочу искреннюю благодарность выразить и низкий поклон всем сегодня стоящим в строю и тем, кто сегодня уже на заслуженном отдыхе за то, что делитесь теми бесценными знаниями. Они нам действительно очень нужны. А пожелать сотрудникам сегодня, которые занимаются вопросами гражданской обороны, наверное, только одного – здоровья, быть как можно дольше в строю. Здоровья не только вам самим, но и вашим близким, семьям. Дай Бог, чтобы те навыки, которые прививает сегодня гражданская оборона, нам никогда не понадобились в обычной повседневной нашей жизни. Спасибо вам большое. Поменьше нам чрезвычайных ситуаций. Это была программа интервью. В студии для вас работала Елена Бурасова. Сегодня у меня в гостях был начальник главного управления МЧС России по Красноярскому краю Евгений Владимирович Вершинин. До встречи в эфире.